МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости, которые подготовили для вас корреспонденты Курганру. Представляю их вам я, Алексей Старцев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы помнили и не смели забыть, в Шумихинском районе учредили памятную медаль в честь генерала армии Виктора Петровича Дубынина. Не просто увековечить память. Чтобы помнили и не смели забыть. Объединенные одной целью и искренними чувствами 21 ноября в Шумихинском дворце культуры собрались более 200 человек. Зал переполнен ветеранами боевых действий, призывниками и кадетами. Среди почетных гостей глава региона Алексей Кокорин, полномочный представитель губернатора по вопросам патриотического воспитания Владимир Усманов, руководители муниципальных отделов образования. Событие знаковое. В Шумихинском районе учредили и презентовали памятную медаль в честь генерала армии Виктора Петровича Дубынина. Виктор Петрович, к сожалению, не так долго занимал ответственные государственные посты на военной службе. Вы знаете, что он был начальником генерального штаба. Но самое основное, на мой взгляд, что ему удалось сделать, это прекратить дальнейший развал нашей советской в то время армии. Честь ему и хвала за это. На сегодняшний день наша армия – это одна из самых сильных армий в мире, так, как оно и должно быть. Шумихинцы события восприняли по-особенному городу. В районе немало земляков, которые проявили в разное время героизм в боевых действиях. Жители уверены – молодежи есть чем гордиться, развиваться и ставить жизненные цели. Курганская область славится тем, что в ней уделяется огромное внимание патриотическому воспитанию детей. За Урале насчитывается почти три тысячи кадет. В этом направлении область – одна из сильнейших в Российской Федерации. Мало кто об этом знает, но 9 мая своеобразный парад победы проводится и в некоторых детских садах. По мнению Владимира Усманова, без любви к родине, настоящего патриотизма, человек – никто, просто мотылёк. Такие понятия, как будущее страны и патриотизм, неразрывно связаны между собой. Так же связаны, как мать с сыном, сын с матерью. Это понятия не могут быть разорваны. Благодаря этому высочайшему чувству мы существуем до сих пор. Россия такая страна, что либо она будет всех побеждать, либо её не будет. А для того, чтобы она всех побеждала, она должна быть к этому готова. А чтобы она была к этому готова, над этим работать надо каждый день. В день презентации памятной медали прошло и первое награждение ею. Этой чести за высочайшие заслуги в деле патриотического воспитания удостоились 10 зауральцев. Среди них педагоги кадетских школ, военно-патриотических клубов и центров. Все единодушно убеждены – в молодом поколении живет любовь к родине, и её нужно подпитывать. На военно-полевых сборах, 10 класс, я показываю ребятам фильм «Любите нас, пока мы живы», нашего курганского. И когда вот они смотрят, и на них все остальное смотришь, понятно, что ребята на самом деле очень к этому полнительно относятся к слову патриотизма. Для меня это очень волнующий момент. Я генерала Дубынина лично знал, встречались с ним, помогал он мне. Шумихинцы – пятый район области, где в честь своих героических земляков учредили памятную медаль. Первыми были катайцы. Здесь увековечили память героя Великой Отечественной войны Михаила Шумилова. Награждение именными медалями – большое дело в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Алексей Старцев, Андрей Глазырин, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру». За Урали приехала рабочая подгруппа Министерства финансов Российской Федерации по разработке программы оздоровления государственных финансов Курганской области. Цель работы специалистов раскроем далее. Кто-то называет их финансовой проверкой, но сами они себя позиционируют как рабочая группа по подготовке предложений. Речь идёт о столичной комиссии Министерства финансов Российской Федерации. Их цель – проанализировать бюджетные проблемы и выработать предложения по их решению. 21 ноября в Курган прибыли представители четырёх регионов – Оренбурга, Чувашии, Челябинска и Тюмени. Утром 22 ноября в Курганскую область прилетели специалисты из Минфина. Об этом на аппаратном заседании у губернатора сообщила заместитель губернатора, начальник финансового управления Курганской области Елена Лукашук. Также ожидается прибытие специалистов из Федеральной налоговой службы. 23 и 24 ноября в регионе должна появиться и сама руководитель рабочей группы Дарья Хворостухина, которая является заместителем директора департамента межбюджетных отношений Минфина России. Все департаменты региона работают в обычном режиме. Да, моя рабочая группа приглашена по моей персональной просьбе, чтобы все понимали, для чего, для того, чтобы показать реальную ситуацию по недофинансированию, по ряду и программы, по ряду особенно бюджетных направлений. Особенно все, что связано с инвестпрограммой, это ремонты бюджетных учреждений. То есть там есть полное недопонимание, почему у нас очень много денег закладывается в инвестпрограмму. Как заявил Алексей Геннадьевич, он неоднократно просил данную рабочую группу посетить наш регион. И хотя это произошло в конце года, когда бюджет и все дополнительные мероприятия уже завершены, тем не менее руководители департаментов должны показать реальную ситуацию в регионе. То есть не сказки рассказать, как мы хорошо и прекрасно живем, а покажите реальную ситуацию, сложности с ремонтом учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, вообще по сложности, порой выплаты даже и заработной платы. При этом Алексей Кокорин подчеркнул, что руководство региона прибедняться не будет. Финансовая ситуация достаточно прозрачная и понятна. Есть и моменты гордости. Уже по итогам текущего года регион прирос по собственным доходам на 2,5 миллиарда рублей к аналогичному периоду прошлого года, однако этих средств без дополнительного финансирования едва ли хватит на решение острых проблем региона. Поэтому, кто бы что ни говорил, главная цель руководства области, а также рабочей группы по подготовке предложений Минфина – дать реальную объективную оценку ситуации по финансированию бюджетных статей. Валерия Печорских, Алексей Старцев, Александр Киселев, Александр Карпов, информационное агентство Курганру. У Курганского государственного университета появился попечительский совет. Его председателем стал губернатор региона Алексей Кокорин. Первое заседание попечительского совета КГУ прошло 22 ноября в стенах учебного заведения. На нем собрались члены правительства области, представители промышленности и бизнес за Урали. Главная цель у них – наладить работу вуза и промышленных предприятий. Выстроить систему подготовки кадров таким образом, чтобы мы от наших руководителей промышленного комплекса больше не слышали претензий об отсутствии кадров. В первую очередь, конечно, к высшей школе это кадры инженерные. Среди задач попечительского совета не только содействие контакту вуза и промышленных предприятий, но и много других граней. Например, социальная защита студентов, улучшение финансовых ресурсов, налаживание международных отношений и многое другое. Он на самом деле необходим для того, чтобы мы могли координировать и количество выпускников, и количество специальностей, направлений, количество бюджетных мест. Это очень важно. Вот именно для этого совет и создан. Важная сторона работы совета – это, конечно, формирование стратегии развития Курганского госуниверситета, тем более, что необходимое для этого база есть. Я вам хочу сказать, что здесь вот в нашем КГУ есть очень хороший потенциал. На прошлой неделе мы награждали команду КГУ, которая по стратегическому управлению заняла третье место в Российской Федерации. Многие ведущие вузы мы, собственно говоря, опередили. Команда молодые ребята, талантливые, хорошие, успешные за ними в будущем. Вот поэтому собирается вот такая команда, которая определит стратегию развития и будет способствовать тому, чтобы наш университет был на более высоких позициях. Попечительский совет будет собираться на заседание раз в квартал. Алексей Старцев, Валерий Печорских, Александр Киселев, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру». В Курганской области подвели итоги пожара опасного сезона этого года. Подробности узнавал наш корреспондент на завещании в правительстве области. Число крупных лесных пожаров с апреля по ноябрь 2016 года снизилось в 6,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все лесные возгорания ликвидировали в течение первых суток с момента обнаружения. В их тушении принимали участие почти 3000 человек. Было задействовано более 1200 единиц спецтехники. На законодательном уровне внесены изменения в правила противопожарного режима Российской Федерации. И с 1 марта 2017 года обязанность по локализации, предупреждению и тушению этих пожаров будет возлагаться на собственников земельных участков, которые должны будут проводить противопожарные мероприятия. Тушение пожаров проходило в очень сжатые сроки. Наибольшее число степных пожаров произошло на территории Сафакулевского, Альмениевского, Китовского и Петуховского районов. По всем фактам лесных пожаров материалы были направлены в органы следствия и дознания. В результате было возбуждено 12 уголовных дел. Выявлено 4 предполагаемых виновника возгораний. Всего в 2016 году за нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлекли 90 человек. Наложено штрафов на сумму 1 миллион рублей. Одной из главных проблем обеспечения пожарной безопасности на территории Курганской области являются природные пожары, которые становятся причиной лесных возгораний, создают угрозу населенным пунктам и объектам экономики. Все лесные загорания были ликвидированы в течение суток с момента обнаружения. Кроме того, системой мониторинга пожарной безопасности в 2016 году на территории области было зарегистрировано 137 степных пожаров на общей площади 14 937 гектар, большинство из которых стали причиной лесных загораний, а также создавали угрозу населенным пунктам и объектам экономики. Уже сейчас департаментом проводятся все необходимые мероприятия для подготовки к пожароопасному периоду 2017 года. Елена Шевкнула, Светлана Епифанова, Александр Киселев, Александр Карпов, информационное агентство Курганру. Генерал-полковник Валерий Копашин был награжден орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. Подробности в нашем следующем материале. На территории России продолжается успешная реализация программы по химическому разоружению. На октябрь текущего года уничтожено 95,5% имеющихся запасов. Шесть из семи объектов полностью справились с поставленными задачами, в том числе и завод, расположенный на территории Курганской области. Правительство России высоко оценивает деятельность Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия, которое бессменно возглавляет генерал-полковник Валерий Копашин. В конце сентября президент Российской Федерации Владимир Путин наградил начальника Федерального управления Копашина орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. Свой вклад в эту награду внес и коллектив объекта «Щучье» в Курганской области. Он был введен в эксплуатацию 29 мая 2009 года в городе Щучье, ставший пятым российским объектом, построенным в рамках федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». На объекте «Щучье» до начала уничтожения хранилось 5456 тонн фосфороорганических веществ, что составляло 13,7% общероссийского запаса. Последний химический боеприпас на объекте был уничтожен 22 сентября 2015 года. Помимо своей главной задачи – избавления Курганской земли от химического оружия, объект «Щучье» внес неоценимый вклад в развитие инфраструктуры региона. По этой части программы химического разоружения построены 13 объектов социального назначения на общую сумму 2 миллиарда рублей. В настоящее время на объекте приступили к ликвидации последствий деятельности для того, чтобы предприятие привести в безопасное состояние, перепрофилировать и использовать его в дальнейшем на благо области и страны в целом. Региональный департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики восстановил законную справедливость. Отныне все межмуниципальные перевозчики будут подчиняться общим правилам и требованиям. Подробности прямо сейчас. Межмуниципальные перевозки. В Заурале действует более 140 регулярных маршрутов, связывающих населенные пункты с областным центром. Практически все перевозчики подчиняются региональному департаменту промышленности, транспорта, связи и энергетики. Именно практически все. Потому как 14 перевозчиков Китовского района каким-то образом находились в ведении местной администрации. К слову, нам так и никто и не смог объяснить, каким образом так получилось. Но именно администрация Китовского района была наделена правом заключать соответствующие договоры с предпринимателями, занимающимися извозом, и выдавать им маршрутные карты. Китовские перевозчики почему-то не подчинялись областному департаменту. Когда он пытался их призвать к порядку, стали угрожать, что устроят забастовки, но не пустят на транспортный рынок чужаков. Мол, поляна поделена, чужие долго не поездят, колес не хватит. Это была не единственная проблема. Все перевозчики были назначены без проведения конкурсов. А значит, конкуренты с более выгодными ценами и на новом транспорте не могли поворотся за обслуживание маршрутов. От этого страдали пассажиры. По мнению антимонопольщиков, все ныне действующие там перевозчики, по сути, являются незаконными. На сегодняшний день мы выдали им 40 предупреждений о расторжении договоров, которые были заключены без конкурса с перевозчиками. Не все договоры пока расторгнуты. Это такая интересная грань. Многие не знают, что антимонопольное регулирование распространяется на свободу договора. Предприниматели считают, что раз договор заключен, то никто не вправе вмешиваться в рамки этого договора. Если сейчас перевозчики добровольно не расторгнут договоры с администрацией Китовского района, УФАС может пойти в суд с иском о признании данных договоров недействительными. Тогда муниципальные чиновники также могут быть привлечены к ответственности. Пока Ирина Гагарина надеется, власть и бизнес проявят свою социальную ответственность. Однако эта ответственность явно должна была проявиться еще этим летом. Администрация района вновь не пошла против родных перевозчиков. Почему – непонятно. Новым, заинтересованным пути снова отрезаны. Перевозчики, которые зашли по недействительным договорам, они прекратили эту деятельность. Как объявлять конкурс по тем маршрутам, на которых работают люди, говорят, у меня есть договор, я его расторгать не буду. Я как здесь работал, так и буду работать. Дальше все-таки в планах, я думаю, провести настоящий объективный конкурс и выбрать тех перевозчиков, которые будут более качественно предоставлять данную услугу. И как бы это сейчас кого-то не злило, река возвращается в законы о русло. Администрация Китовского района лишается права назначать межмуниципальных перевозчиков в одностороннем порядке. Прецедент, что какой-то район не подчиняется областному департаменту, разрушен. Соответствующее предложение от департамента было одобрено областной думой. Та ситуация, которая была в Китовском районе, нас не устраивала. Она не устраивала просто по одной простой причине, что была неурегулирована проблема между администрацией Китовского района и администрацией города Кургана. Потому что китовские перевозчики проезжали по городу, соответственно, останавливались на городских остановках, а соответствующих согласований с городом у них не было. Закон вступает в силу 1 января 2017 года. Перед департаментом стоит серьезная задача – принять документы из администрации Китовского района, проанализировать их и разобраться в том, что же там происходило. Вслед за этим маршрутная сеть будет полностью пересмотрена. Где было незаконно, либо вообще ничего не было, никаких документов, соответственно, будут нами сделаны изменения в реестр маршрутов по Курганской области и, соответственно, будут при наличии трех и более перевозчиков желающих, соответственно, будут проведены конкурсные процедуры. При определении победителей конкурса будут учитываться многие параметры. Среди них – отсутствие ДТП, административных штрафов, наличие нового хорошего автопарка, преимущественно на газовом топливе, низкое расположение пола для лиц с ограниченными возможностями, подсоединение автобусов к системе ГЛОНАСС. В отказе мы маршрутную карту не будем выдавать, пока они не присоединятся. Но я просто уверен, что с нами судиться будут. Вот просто уверен, что мы хоть как мы сделаем, правильно, неправильно, я просто это предвижу. У нас также предусмотрен и личный, так скажем, осмотр визуальный, поэтому комиссионно будем принимать решения. Те, у которых старый автопарк, по вот этим критериям, которые выставлены, они просто не имеют шансов выиграть конкурс, понимаете. Чтобы упорядочить работу перевозчиков, департамент предложил им создать некоммерческое партнерство. Перевозчики вроде бы не против. Что касается администрации Китовского района, то даже после передачи полномочий областным властям они будут нести ответственность за выявленные антимонопольным органом нарушения. Наказали уже виновных должностных лиц два раза. И по всей видимости еще накажем, поскольку через две недели планируем принять очередное решение в отношении администрации Китовского района именно в части бездействия и незаконных действий при организации пассажирских перевозок. Виновные должностные лица в очередной раз снова будут привлечены к административной ответственности, я имею в виду должностные лица администрации Китовского района. Алексей Старцев, Илья Урванцев, Александр Киселёв, Александр Карпов. Информационное агентство Курганру. Курганская школьница из лица номер 12 Полина Чпизубова стала победителем Всероссийского конкурса сочинения. О чём писала талантливая школьница, узнавала наш корреспондент Юлия Пастухова. Она начала увлекаться русскими литературой в 6 лет. Уже тогда пыталась писать первые небольшие рассказы. С возрастом интерес к творчеству не пропал. Теперь восьмиклассница Полина Чпизубова – победитель Всероссийского конкурса сочинения. Ну, конечно, я обрадовалась, гордились мной всем. У меня было счастье. Давно до этого добивалась и была очень рада. Темы для сочинения юная Полина выбирала недолго. Решила написать о космосе. Рассказала о ночном небе, усыпанном звёздами, о том, сколько повидали они на своём веку. Пишет, что звёзды знают о нас всём, а мы о них практически ничего. И в этом отмечает их превосходство. Я с детства люблю космос. Мне нравится наблюдать за небом, за звёздами. Меня это вдохновило. Я решила написать свои размышления на бумагу и получила сочинение. В финал Всероссийского конкурса сочинений вышли около 300 школьников со всей страны. Все они были приглашены в Москву для оглашения результатов. Побывали в Министерстве образования, в Центральном доме журналистов, в Доме музея Шекспира. По итогам лучшими были названы работы 50 школьников, в их числе и сочинения Полины. Сочинение Полины отличалось глубиной раскрытия темы, творческим подходом к раскрытию темы, грамотностью, богатством языка. И нам очень приятно, что работа Полины получила высокую оценку и на областном уровне, и на всероссийском уровне. Сейчас талантливая Полина увлекается танцами, пишет стихи, а на днях стала призером городской олимпиады по русскому языку. Останавливаться на достигнутом он даже не думает. Юлия Пастухова, Александр Менщиков, Александр Карпов, информационное агентство Курганру. Близится Новый год, а это значит, что для детей и взрослых наступает самое сказочное время. Традиционно Курганский театр драмы на главный праздник страны готовит для своих зрителей добрые новогодние истории. Зал пуст, но это не значит, что театр замер в ожидании зрителя. Жизнь здесь идёт полным ходом, тем более в преддверии новогодней кампании. На сцене мы застали лишь монтировщиков, трудящихся над установкой декораций, и часть артистов, которые распевались. Прекрасная половина труппы отправилась выбирать туфли. К ним нас не пустили, но рассказали, что обувь невероятно важна, ведь для курганцев готовят спектакль «Золушка» по одноимённому произведению Евгения Шварца. Зато нам удалось пообщаться с артистом, который сыграет прекрасного принца. Он уверен, сказки сегодня просто необходимы. Потому что это светло, чисто, может отчасти наивно, но это на добром, таком сказочном глазу, и это те истории, которые, мне кажется, должны воспитывать наших детей. Чтобы дети радовались, дети сопереживали, дети принимали участие в процессе, переживали за «Золушку», за принца, за всех, за всех, у кого там что происходит. Чтобы мачеха была именно плохой мачехой, плохие сёстры были у неё. Но это канон сказки, его всё равно, он вот такой, и это здорово. Постановкой спектакля занимаются сразу два режиссёра – Наталья и Анна Козловский. Детская аудитория, она самая требовательная, потому что ребёнка, зрителя, нельзя обмануть. Если это интересно, он смотреть будет. Если становится скучно, он не будет смотреть. И поэтому мы настраивали артиста на серьёзный, но увлекательный разговор с нашими маленькими зрителями. Но спектакль – это не только работа режиссёров и артистов. Здесь задействовано почти два десятка людей самых разных профессий. Нам, например, приоткрыли завесу тайны и показали, как швеи, словно сказочные феи, готовят платья для девушек. Яркие, пышные, красочные. Под стать историей о прекрасной, трудолюбивой девушке и её возлюбленном. Валерия Печорских, Александр Менчиков, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курганру». В России может быть создана любительская футбольная лига, к примеру, ночной хоккейной лиги НХЛ, заявил Владимир Путин. Это произошло во время встречи с рабочими завода «Автодизель» в Ярославле. Во время разговора Владимира Путина с сотрудниками завода «Автодизель» речь шла не только о проблемах автомобилестроения. Мужскую составляющую коллектива Ярославского «Автодизеля» интересовала, успеет ли Россия достроить стадионы к чемпионату мира по футболу 2018-го, и за кого конкретно болеет президент. А также будут ли создаваться любительские спортивные лиги по типу ночной хоккейной лиги, в которой, кстати, играет сам Владимир Путин. По футболу, да. По-моему, мы должны были создать даже, потому что, если нет, то это должно быть сделано в ближайшее время. По футболу, да. Ну, почему хоккей, почему футбол? Потому что массовый вид. В Заурале еще 13 лет назад поняли, что дворовый футбол – это первый шаг к высоким достижениям в спорте. Ежегодно в турнире, организованном общественной организацией «Весна», при поддержке правительства области и администрации города, меценатов принимает участие почти 100 команд в разных возрастных группах. Футбол играет и представительница прекрасного пола. Дворовый футбол – уникальное явление. Здесь могут встретиться как любители, так и профессионалы. И все имеют возможность совершенствовать свое мастерство. Это уже не рядовые соревнования. Вместо привычных спортивных амбиций многие дети ставят вполне серьезные цели. Для капитана команды «Сокол» дворовый футбол имеет большое значение. Я считаю, что большой футбол начинается именно с таких турниров, как турнир по дворовому футболу. Поэтому чем больше команд, чем больше детей будут участвовать в подобных турнирах, тем, я считаю, больше у нас шансов будет на больших турнирах, как чемпионат Европы, чемпионат мира. Президент России считает, что массовый детский спорт должен поддерживаться не только государством, а в первую очередь на уровне регионов и муниципалитетов. Это должно стать хорошей базой затем для спорта высоких достижений. Елена Шевкнула, Светлана Епифанова, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курганру». Время эфира подходит к концу, а мы рады сообщить вам, что главная региональная премия общественного признания «Время успеха» набирает обороты и близится время торжественной церемонии награждения. Уже сейчас вы можете ознакомиться на нашем сайте в рубрике «Время успеха» с номинантами, чтобы позже сделать свой выбор и проголосовать за того, кто лучше, по вашему мнению. Продолжение следует... У вас есть любимые сапоги, но они пришли в негодность? Кировская обувная фабрика поможет отремонтировать зимнюю и осеннюю обувь. Мы можем заменить подошву либо нижнюю часть сапог. Заменим мех и подноски. Используются только высокопрочные материалы, такие как термопласт и полиуретан. Каблуки цельные, выдерживают температуру до минус 50 градусов. Используются только натуральные материалы – кожа, лак, замша разных цветов. Всю интересующую информацию можно уточнить по телефону 8 909 131 70 48. Получайте удовольствие от покупки недвижимости, а всю работу доверьте профессионалам. Большое количество предложений, работа с материнским капиталом и сертификатами всех видов. БК «Недвижимость» – единственная сертифицированная риелторская компания в Кургане. Красина 61, телефон 411-511. 585. Распродажа. Скидки до 70%. Зима уже совсем близко. Скользкие тротуары, гололед на дорогах, постоянный риск падения и получения травмы. Представляем чудо-ледоходы – эффективное средство защиты от скольжения. Простые в использовании, легкие, прочные и эластичные. Можно использовать для обуви с каблуком. Одна пара ледоходов для взрослых всего за 599 рублей. Заказ по телефону 55 48 55. Ёлки-палки! Скоро Новый год! Сделайте подарок себе и своим близким с магазином «Столплит». Закажите модульную кухню уже сегодня. Индивидуальный выбор размера. Привлекательная цена. «Столплит» – по-прежнему доступная мебель. 12 декабря. Областная филармония. Легендарный камерный оркестр Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы». С программой «Времена года». Встречайте зиму с интернет-магазином «Е-96». Санки-коляска «Ника-Умка-Дворы» всего за 1890 рублей. «Е-96». Заказывай и забирай. Недетская арифметика молодой семьи. Одноразовые подгузники. 990 рублей в месяц. 12 месяцев на 3 года. Многоразовые подгузники «Конопуша». Сократить эти траты в 10 раз. «Конопуша». Экономично. Экологично. Спрашивайте в сетях аптек «Курган Фармация» и «Главаптека». Календари с фотографиями ваших близких. Отличный подарок на новогодние праздники. Закажите свой календарь уже сегодня. Типография «Курьер». Время пришло. В Новый год в новой квартире с ремонтом. Строительная компания «Атлант» предлагает однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Поторопитесь. Звоните 225-100. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Максим Пивоваров. Успейте приобрести квартиру от строительной компании «Атлант» в Заозерном до 30 ноября и получить скидку. Сдача дома 30 ноября 2016 года. Звоните 225-100. А теперь о прогнозе синоптиков. В среду за Урале будет находиться на орбите влияние североатлантического циклона, из-за чего ожидается пасмурная погода с небольшими снегопадами. Потепление продолжится и температурный режим окажется на 3-4 градуса выше своей климатической нормы. В Екатеринбурге минус 3-5, в Тюмени 0-2, в Челябинске минус 4-6, небольшой снег. В Кургане облачно возможен небольшой снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха минус 7-9. Днем в Кургане облачно, кратковременный снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха минус 2-4. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 миллиметр артутного столба. 23 ноября солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!